Эвакуацию с поля боя осуществляли только санитары. Соответственно, сестры милосердия, они работали и обслуживали, в частности, в рядовые перевязочные пункты, которые находились буквально рядом с линией фронта. И в таких местах, в таких перевязочных пунктах оказывалась первичная медицинская помощь, проводились какие-то, скажем так, операции в средней сложности. И уже дальше из таких перевязочных пунктов солдаты дорожными составами переправлялись уже в фронтовые госпиталя. Дмитрий, может быть, Нину попросить, чтобы она там все распаковала, а у вас можно на передний фланг? Сейчас все медикаменты будут подготовлены и будет показана одна из операций передового. Кто желает? Экспонатом быть? Дмитрий! Олег! Давай тогда мы сейчас на носилках, не все, на раненых. Нет, не шинель оставляем. Все, пойдем. В отличие от нынешних дней, сто лет назад медицина была очень стеснена в средствах, скажем так, инструментальных и фармакологических. Но, тем не менее, вот с точки зрения, скажем так, праздника и веселья, ну, нашим предкам живут в этом плане. В частности, многим понравится способ выведения из шока. Желающие могут даже пойти и продегустировать медикаменты. Дорога! Дорога! Раненый, дорога! Дорога! Санитары-носильщики доставляли раненого в передовой перевязочный пункт. То есть, в мирное время это был полковой лазарет, в военное время из него делали передовой перевязочный пункт. Нога вперед, да, сюда? Вот это опять расхожий домысел, что ногами вперед нельзя, плохая примета, не более чем домысел. Потому как счет идет на секунды. И вообще вы православные. И вообще нужно спасти... Спасибо, брат. Проваливайте сбоку. Раненого можно щиток вот убрать. Он к медицине не имеет отношения до сих пор на щиток. Очень существенное замечание. Великий русский, хотя у него и фамилия немецкая, великий русский, в душе он считался русским, хирург Владимир Андреевич Оппель в 1916 году, то есть ровно 100 лет назад, разработал, обосновал и внедрил принципы санитарной эвакуации раненых и принципы подачи первой врачебной помощи. И вот самое примечательное то, что за 100 лет ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Изменились частично инструменты, изменились частично медикаменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...